Боксировать с Марчином Найманом. Что было, с чем было дело? Мне было очень тяжело, потому что я всегда чувствовал натиск соперника. А скажите нам, как чувствуете после победы? Потому что победа – это самое главное для вас, да? Ну, скажем так, я очень доволен, я очень рад, как обычно. Но у меня это, скажем так, обычные эмоции. Потому что повседневно я выступаю и по правилам ММА, по правилам кикбоксинга, панкратиона, бокс, тайбоксинг. Мне все равно по каким правилам выступать я также борюсь. Поэтому я много выступаю, я проигрываю, я выигрываю. Я это уже воспринимаю как обычный день. И вот такие у меня эмоции обычные. Поэтому вот так. Я чувствую себя очень хорошо, я работаю на ммм, на засадах кикбоксинга панкратиона. Я просто воевник, принимаю борьбу, я доволен, что выигрываю, что выигрываю, что выигрываю. Я все время стою на высоте задания. Ну и что? Вы хотели бы реванш еще раз? Еще один вопрос. Скажите, когда вы давно знаете, как вы принимали бой? Как давно? Да. Ну, наверное, полтора месяца назад, насколько я знаю историю организации этого турнира, у Марчина был другой соперник, какой-то Бенковский. Это мне незнакомый боксер, да. И, я так понимаю, у него травма или какие-то другие обстоятельства. Он снялся с этого боя. И тогда предложили мне. Это было, ну, более чем за месяц. Наверное, где-то в апреле, да, я получил предложение драться. И все, я начал готовиться, перестраивался на бокс с боксерскими спарринг-партнерами. Вот готовился, подготовился. То есть у меня достаточно времени было, чтобы подготовиться полтора месяца. Плюс-минус, я считаю, что это хорошее. Я, прежде всего, вiedziałem, менее, полтора месяца wcześniej, что могу быть змейником. Мел быть Биньковский, которого Но я получил сигнал, что он не будет брать под внимание. И я, примерно, от квеста, начинал подготовиться к борьбе. И я не знаю, что могу быть заменником на этой борьбе. Что еще хотите попросить? Как вы чувствуете, эта победа самая достойная у вас? Такая, ну, большая? Я считаю, что да, большая. Потому что во-первых, любая победа, когда ты выходишь на ринг, она уже достойная. И я уважаю любого соперника, так же, как и Марчина. Я считаю, что он хороший спортсмен, очень хороший соперник. Но сегодня сложился день так, он травмировался. В другом бою могу травмировать себя я. В третьем бою он может меня нокаутировать. В четвертом бою я могу нокаутировать. Это супер тяжелый вес. И сегодня карта легла так, и я стал победителем. Я, так, я, 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 я прежде всего я, 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 я. Я, 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 И так как вы видели, это выиграна, которая является одной из самых важнейших в моем жизни. И прежде всего, я выиграл, но один день может выиграть Марцин, а следующий день могу выиграть я. Одну, другую или третью выигранную может быть каждый из нас на измене. Вы хотите реванш? Еще раз вас спрашиваю? Ну, вообще реванш обычно берет тот, кто в бою проиграл, да? Но если Марцин хотел бы со мной реванш, то да, конечно, я бы согласился на этот реванш и подготовился бы еще лучше к этому бою. Так, если Марцин захи реваншу, то я по-просто дам ему этот реванш, приготовлюсь еще лучше и дам ему этот реванш. Продолжен ты мне реванш? Да, 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 ты очень хороший парт, да, дам тебе реванш. Слушайте, что. Спасибо. Спасибо. Спасибо.